То есть иногда спрашивают, откуда? Откуда идёт сила рода? Сила рода идёт от самого Всевышнего, от самого Творца. И, по сути, Творец так создал этот мир, что в нём есть и мужское и женское начало. И мужское и женское начало должны соединиться вместе для любви, для гармонии, для того, чтобы творить мир любви, гармонии и красоты. И вместе помогать друг другу в саморазвитии. И передать вот эту божественную энергию, божественную энергию творчества, жизни, развития, передать дальше. То есть у нас, у всех есть долг перед родом. Долг перед родом, перед теми, кто дал нам жизнь, и перед теми, кому мы должны передать эту жизнь. Передавая эту жизнь, мы уподобляемся Всевышнему. Мы творим, по сути, соединяясь мужчина и женщина, творят новый мир. Это таинство на самом деле, это прекрасное такое действие, которое несёт в себе очень глубокий смысл и вообще наделяет нашу жизнь огромным смыслом. Сила рода — это векторная величина. Она идёт из прошлого в будущее. Идёт в будущее к нашим потомкам, к нашим детям, внукам, правнукам. А значит, в них мы остаёмся, то есть мы оставляем частичку себя. И это очень важно. То есть мы оставляем частичку себя. Из чего состоит сила рода? Сила рода состоит из всех вот этих энергий, которые нам передают наши предки. Представьте вот такой образ, что вот от каждого, от каждого представителя вашего рода, да, вот по линии отца и по линии матери, от каждого к вам течёт ручеёк силы. Вот представьте такой образ, можете закрыть глаза, можете прочувствовать это. От каждого течёт ручеёк силы. Эти ручейки сливаются в одну большую реку, в один большой поток этой силы. И вот этот поток силы буквально несёт вас по жизни. И вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки по коже. То есть на самом деле это важно прочувствовать. И если у вас есть какие-то, например, обиды на родителей, да, какие-то претензии к ним, чего вообще, в принципе, не должно быть. Ну, мало ли там, может быть, отец выпивал, да, или мать там как-то давила на вас. Неважно, как вели себя родители, они дали вам, передали вот эту энергию. Да, и помните всегда, что вы приходите в самый лучший для себя род, для себя самый лучший род, для тех задач, с которыми вы пришли. И если у нас есть какие-то претензии, мы буквально перекрываем, перекрываем вот эти ручейки силы, или этот поток силы, и тем самым ослабляем себя. И люди, многие люди не подозревают, какая огромная сила таится в роду, и наша задача открыться этой силе. Но для этого нам нужно буквально вот повернуться, но так образно повернуться к нашему папе, да, повернуться к нашей маме и принять их как самых лучших для себя родителей, восстановить вот эту связь с родом, поблагодарить их. У наших вот предков было такое, ну как, инициация такая, что они приходили и благодарили своих родителей и просили благословения. Просили благословения или на путь-дорогу, или вообще на жизнь, да, на союз совместный, на свадьбу. То есть они всегда спрашивали благословения, благословение рода. И родители такое благословение давали. Поэтому очень важно восстановить отношения с родителями. Восстанавливая отношения с родителями, мы восстанавливаем отношения с родом. И это действительно важно, это действительно даёт силу, это открывает вот эти шлюзы, да, которые мы сами же перекрываем своими определенными эмоциями мыслями открывает и этот поток на поток огромный поток силы родовой он устремляется в нашу жизнь и нам эта сила сила рода для чего она нужна она нужна для того чтобы мы раскрыли все те по сути таланты которые мы несем в себе и которые мы несем в себе от наших предков представьте что вот если брать брать даже семь поколений это уже можно насчитать 128 ваших прямых предка то есть родителей дедушек бабушек прадедушек прабабушек там пращуров это именно прямые 128 и представьте что у каждого был какой-то свой талант какой то может быть вы и даже и не знаете этих своих предков потому что нас не принято вести ну скажем так родовую летопись да но у многих народов это принято я например часто бываю семинарами в казахстане и в казахстане ведется родовая летопись называется шажере где казахи отмечают до своих предков и считается что если ты не знаешь до седьмого колена предков то ты не казах все вот поэтому я когда-то вдохновленный этой идеей я пришел к своему отцу и говорю пап давай с тобой напишем родовую книгу такую составим краткую летопись семей синельниковых ему эта идея очень понравилась вот и он разослал письма разослал письма всем родственникам с предложением чтобы они прислали фотографии и прислали истории истории о но своем о своей семье на своих близких о своих дедушках бабушках прадедушках прабабушек вот и в течение полгода к нам приходили фотографии приходили письма я все это сканировал в компьютере все это обрабатывал всю эту информацию и потом спустя год мы выпустили книгу вот такая книга автор владимир синельников мой папа вот родовая книга краткая летопись семей синельниковых и их родственников когда мы издали эту книгу 50 экземпляров в местной типографии я заказал вот и мы разослали всем родственникам по экземпляру получили очень много благодарности с их стороны но были некоторые недовольные не говоря почему про нас так мало написали ну что вы прислали то мы написали это можно мы добавим а потом вы издадите еще второе издание будет переработана и дополнена мы говорим хорошо давайте присылайте и мы потом уже сделали еще второе издание дополненная переработанная вот мой папа здесь он у меня военнослужащий бывший военнослужащий но при этом он еще и поэт он здесь разместил свои прекрасные стихи у него действительно очень красивые замечательные стихи вот стихи про маму стихи про внуков стихи про алтай у меня родители уроженцы алтайской области я много раз бывал на алтае это может быть моя третья родина я очень люблю алтайский край и вот в листая до страницы этой книги так периодически к ней обращаешься и наполняешься вот этой силой на энергией приятными воспоминаниями связанные с нашими со всеми предками родственниками каждый может подойти к этому творчески ну мы сделали таким образом каждый может сделать это по-своему можно сюда и вложить скажем схему родовое в родового древа я это просто сделал по-другому немножко на компьютере то с датами рождения ухода из этого мира если кто-то уже оставил этот мир вот но самое главное что здесь есть информация практически о каждом представителе нашего рода и я рекомендую рекомендую всем кто еще этого не сделал начните этот процесс собирайте информацию и создавайте свои родовые книги введите свою летопись летопись своего рода я вот здесь в начале книги разместил прекрасные слова святейшего патриарха московского северусе алексия второго божие благословение почитая почивает на тех кто созидает семью почитает и хранит память о своих предках и воспит и воспитывает детей кто начинает вести летопись своего рода свою семейную летопись а вот еще прекрасные стихи нашего замечательного поэта александра сергеевича пушкина два чувства дивно близки нам в них обретает сердце пищу любовь к родному пепелищу любовь к отеческим гробам на них основана от века по воле бога самого самостояния человека залог величия его вот так что друзья я думаю вдохновил этой идеей составить свою родовую книгу вот пожалуйста составляйте пусть как можно больше людей наполнится родовой силой обретут силу рода и восстановят связь с предками это на самом деле очень важно вышла в свет наша новая книга которая называется исцеление рода мы эту книгу написали с моей супругой людмилой и эту книгу мы посвящаем исцелению наших родов книга сама по себе уникальна это не просто книга эта книга тренинг в этой книге есть конкретное задание таблицы схемы анкеты и по ходу книги вам открываются с помощью специальных ключей открываются 5 исцеляющих медитаций аутотренингов это родовое древо медитация на божественный свет медитация сила рода помощь рода и уникальная медитация аутотренинг отпускание душ нерожденных детей это в том случае если в вашем роду были аборты на самом деле очень важно провести внутреннюю работу которая поможет вам убрать вот эти негативные программы связанные с абортами и как бы освободить те души которые не пришли в этот мир вместе мы с вами вместе в этой книге совершим путешествие к истокам рода вы узнаете что такое родовая система от чего она из чего она состоит от чего зависят отношения в родовой системе вместе мы совершим путешествие к истокам вашего рода и родовому древу вы сможете совершить путешествие свое бессознательное в то место где произрастает древо вашего рода и через древо вашего рода через этот древний архетипичный символ вы сможете познакомиться со своими предками вы сможете получить от них своеобразные дары и сможете узнать причины ваших страданий здесь и сейчас в этой жизни и самое главное получить помощь и поддержку своих предков особое место в этой книге отведено гармонизация отношением с родителями что если вы хотите исцелить свой род гармонизировать отношения в роду нужно все равно начинать с родителей потому что родители это самые близкие нам люди именно они являются прямыми представителями рода для нас и они дали нам жизнь поэтому мы разберем специальную схему схема гармонизации отношений в роду и произведем интеграцию наших субличности это уникальная методика которая позволяет соединить те части нашей личности которые находятся в конфликте особенно когда у нас есть конфликт с родителями вот эта методика будет просто незаменима она ну я считаю это вообще просто уникальная методика эту методику я специально разработал для проработки таких ситуаций также в этой книге мы сделали такую главу посвятили ее силе рода то есть что такое сила рода откуда она вообще берет свои истоки что она из себя представляет для чего она нам нужна и и какие есть виды силы рода и как ее обрести то есть тут специально есть методики до работы с этой силой и есть специальная медитация аутотренинг которая поможет вам обрести силу рода также в этой книге описаны законы развития рода то есть это те законы которые ну как бы негласно существуют но по которым развивается совершенствуется род познав эти законы вы сможете достичь гармонии в вашем роду и ваш род будет поступательно совершенствоваться развиваться и процветать также вот тут есть такая глава генограмма что это такое это система рода которую можно вычертить да и по этой генограмме по этой схеме рода можно понять где у какого предка были те или иные проблемы и как они связаны с нами и на самом деле это очень важно прорабатывая вот эту ситуацию с нашим предкам мы можем нейтрализовать негативные родовые программы этот негативным родовым программам отводится особое место и внимание здесь есть методика именно буквально план схема методика пошаговая с помощью которой вы сможете трансформировать все свои негативные родовые программы какие у вас были в роду по сути вы на себе остановите негативные разрушительные родовые программы и заложите основу для новых гармоничных созидательных программ которые не только изменят вашу жизнь но изменит жизнь ваших детей ваших внуков то есть по сути всех ваших потомков и и особая как бы изюминка да или как вишенка на торте в книге в конце мы даем специальный обряд который вы сами сможете провести он здесь подробно описан прям вот по шагам обряд на очищение своего рода он обладает очень большой силой и когда вы проведете этот обряд вы почувствуете уже другие совершенные энергии этот обряд можно провести аж до седьмого до седьмого колена своих предков я считаю это нужно сделать каждому ну и также мы здесь в этой книге объясняем как происходит замещение ролей в родовой системе какие бывают родовые проклятия и много много еще другой интересной информации я вам рекомендую вот от валерия от людмилы синельниковых новую книгу исцеление рода читайте работайте с ней и будьте здоровы и счастливы здоровья и процветания вашему роду